С возвращением в GTA 5 призраки, с вами как всегда я Гост, и сегодня мы прикупим новенький бункер для Майкла, чтобы он смог пережить апокалипсис. В прошлых сериях мы с вами уже купили бункеры для Тревора и Франклина, и они теперь успешно скрываются в нём, когда в Лос-Анкции начинается какой-нибудь из катаклизмов. Торнадо, цунами или метеоритный дождь, или даже, возможно, зомби-апокалипсис. Сегодня мы такой же бункер с вами подберём и Майклу, при этом бункеры будут в совершенно разных ценовых категориях. Первый бункер за 10 тысяч долларов, второй за 100 тысяч долларов и третий за 1 миллион. Посмотрим, какой в итоге из них окажется самым крутым, комфортным и реально поможет пережить конец света. Ну что ж, призраки, в самом начале этого ролика обязательно не забудьте поставить лайкосик под ним, если, конечно же, ребята, этот ролик вам понравится, а я надеюсь, что это так, ведь я очень сильно постарался. И если мы наберём под этим видосом всего лишь 5 тысяч лайков, то я покажу вам другие способы, как можно пережить апокалипсис, не только при помощи бункера, так что, дружище, будет очень интересно, не забудь влепить лайк. Подписывайся на канал, если ты ещё не в семье призрака, вступай в неё и нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы на канале. Ну что ж, давайте будем с вами уже отправляться. Первое место, докуда нам нужно доехать, а, до канала вообще очень близко, ребята, это первый бункер за 10 тысяч долларов. Не знаю, что там будет за такую сумму, но интересно посмотреть. Ну а пока я еду, обязательно загляни в описание под этот ролик и найди ссылочку на мой телеграм-канал, она там оставлена, и подпишись. Там я выкладываю огромное количество интересного эксклюзивного контента, если ты до сих пор не подписан, то ты теряешь реально очень многое. Я там сам отвечаю подписчикам и также провожу созвоны, то есть сам общаюсь со всеми, кто заходит к нам в видеочат, рассказываю о чём-то, отвечаю на различные интересующие вопросы. Короче, у нас там реально очень-очень круто, мы тебя тоже, друзья, ждём обязательно. Вот, а не забудь также подписаться на мой Яндекс.Зен канал, на мой Рутуб-канал, на случай, если всё-таки там с витубочком что-то будет не так хорошо, если он будет не в порядке, как говорится, то чтобы мы с тобой не потеряли контакт. Ссылочки тоже найдёшь в описании под этим роликом. Ну что ж, по всей видимости, вот наш первое место, бункер за 10 тысяч долларов. Пока что я не понимаю, где здесь вообще бункер, что это такое, давайте заходить, открывается дверь, и у нас тут какой-то склад. Так, это весь бункер, что ли? Погоди, или какое-то оружие стоит? Ну это, видимо, на случай зомби-апокалипсиса, да, дофигища краски, освещение есть, хорошо, так, попробуем зайти. А, вот спуск в бункер, да? То есть всё, ребят, мы сами спустились, тут у нас такая закрытая комната, помещение небольшое. 10 тысяч долларов, какой-то картонный, блин, бункер как будто, ну всё из дерева у нас тут. Я бы даже сказал, что это больше похоже на тир, если честно. Тут дофигища разного оружия, но вот для зомби-апокалипсиса в целом такое могло бы подойти, как мне кажется. Тем более, уже всё подготовлено. Гранаты, РПГ, УЗИХи, пистолеты, автоматы, дробовики и даже целые коробки с патронами. Спать тут особо негде, кроме этого старого рваного дивана, либо можно поспать на полу. Ну, я не знаю, честно говоря, ну вот ещё ковёр есть. Короче, как-то очень-очень скудно. Но самое главное узнать, сможет ли этот бункер помочь нам пережить конец света. А мы это прямо сейчас с вами и проверим. А пока что, ребята, я вам всем желаю приятного аппетита. Знаю, что сейчас кто-то из вас хрумкает или попивает там чаёчек. Поэтому, дружище, приятного аппетита, приятного просмотра. Рассказывай там в комментариях, как у тебя дела и чем вообще занимаешься в последние дни. Я тут ещё, знаете, что вообще задумал. Я думаю провести какой-нибудь стримчик на канале в ближайшее время. Вообще, даже на этой неделе думал. Знаешь, что я хочу тебя спросить? Напиши в комментариях, какое время и в какой бы день тебе было удобнее. Давай вот два варианта, даже три можно. Пятница. Это пятница, суббота или воскресенье. И в какое время? Обязательно напиши, а также в телеграме. Опять же, я буду проводить опрос касательно игры, которую мне постримить. У меня уже есть некоторые идеи. Я думал что-нибудь типа сталкера подрубить. Я знаю, ребята, что вы любите у меня такие атмосферные ролики. Там игры выживания и прочее. Вот, с каким-нибудь модом типа аномали. Думал поиграть, пообщаться с вами уже в ближайшее время. Так что помоги мне разобраться, сделать правильный выбор, да, игры и времени. Я хочу, чтобы каждый из вас зашел. Вот прям каждый, кто смотрит этот ролик. Но сейчас пока что предварительно выбираем день и время. Так что напиши день и время. Также подпишись на телеграм, чтобы поучаствовать в выборе игры. И, в общем-то, вкинуть свой голос. Короче, предбанник и небольшое помещение. Давайте сейчас испытаем все это дело во время реального катаклизма. Например, метеоритного дождя. Так, метеоритный дождь активирован. Что происходит? Меня вроде как не достают метеоры. Все в порядке. Они падают где-то очень близко ко мне, как будто. Ну, реально, такой бункер, знаете, подземный. Но, как будто не очень глубоко. Я слышу каждое падение метеора. Но, в целом, нас вообще не задевает. А что, если подрубить еще дополнительно торнадо? Может, нас вообще отсюда высосет нафиг? Ну, вроде как нет. Что-то там на улице вообще беженое происходит. Просто нереально. Давайте выйдем на улицу. Посмотрим, как это выглядит. О-о-о-о. Судя по всему, торнадо где-то очень близко. Да, метеоры тут падают. Вот прям здесь валяется камень. Так, надо зайти обратно. Тут меня точно прихлопнет. Призраки, знаете, а этот бункер, по сути, так-то справляется со своей задачей. Самое главное, что мы живы и нас даже никак не задело. Хотя метеориты прямо где-то над нами падают. Офигеть, они где-то здесь. О-о-о-о-о-о-о. Что за фигня происходит? У меня такое чувство, что сейчас весь этот бункер рассыпется. Он прям по швам трещит от каждого такого удара. Метеориты падают где-то очень близко. Реально, вот прям вот сюда. Не знаю, сколько этот бункер сможет продержаться. Но такое чувство, что не очень-то и долго. Потому что мне уже даже показалось, что он где-то рассыпается. Если честно, в одном моменте. Как будто с потолка что-то падать начало. Ладно, хорошо. Попробуем выйти вот сюда. Что у нас тут? Да, метеоры вот валяются. Они прямо здесь, в этом месте. Тачки все уничтожены. Ау-ау-ау-ау-ау-ау. Все, пора уходить. Пора уходить обратно. Ну, короче, ребята. В целом, знаете, я поставлю этому бункеру, наверное, единичку. У нас всего будет три балла. Первое, как я уже сказал, по крутости. Второе, по комфорту. И третье, по выживанию. Вот, по первым пунктам этот бункер реально проигрывает. А вот третий пункт про выживаемость. Ну, вполне себе он его заслуживает. Поэтому, ребята, один балл. Погнали за следующее. Офигеть, что тут было такое? Метеориты валяются прямо здесь. Вот это я понимаю. Оу, нет, нет, нет. Наши тачки просто г-г, короче. Еще тут самолет упал. Ох, вот, ребята, как выглядит настоящий апокалипсис. Сейчас в городе происходит просто жесть. Ладно. Хорошо, что у Майкла была вторая машина. Ауди РС6. Вот на ней мы сейчас с вами. И поедем смотреть бункер за 100 тысяч долларов. Вообще, за 100 тысяч долларов я не ожидаю чего-то прям феноменального. Хотя даже за 10 тысяч долларов мы с вами получили безопасность. Это самое главное во время выживания. Так что посмотрим, как будет в этот раз. И, кстати, призрак, напиши вообще в комментах, какая у тебя любимая марка авто и какая самая любимая машина. Потому что мы с тобой сегодня уже покатались в этом ролике на Lamborghini и на Audi R6. Вот. А какая вообще у тебя любимая марка? Я знаю из телеграма, что многие мои зрители любят BMW, Mercedes, потому что сам с ними об этом общался. Ну да, мне, честно говоря, и BMW и Mercedes очень сильно нравятся. Но аудюхи тоже. Вот. А какая у тебя любимая марочка и модель машины? Дай знать в комментах. Кажется, я практически приехал. Вот то самое место из объявления. Этот дом нас интересует. 100 тысяч долларов. Сейчас посмотрим, что за такую сумму нам тут предлагают. Всё, побежали. Так, небольшой домик. Он какой-то странный. Он реально очень странный выглядит, ребят. Посмотрите на это. Всё заколочено. Так, ладно, хорошо, давайте заходить вовнутрь. Нас же интересует самое главное. То, как будет выглядеть бункер. Дробовик валяется. Ладно. Заходим. Вот, ребята, как всё это дело выглядит внутри. Вообще непонятно. Так, а это бункер? А чё за бункер такой странный? Мне нужен был хороший бункер. А, стой! Вон, по-моему, чё-то есть. Да, тут проход. Я его не заметил даже сначала. Ой, ребят. Ну, предварительно за 100 тысяч долларов. Я не знаю. Как-то это выглядит... Фиговенько. Тут ещё и туалет у нас вот такой. Ой, ужас. Ладно, даже не буду туда заглядывать. Не представляю, какой тут запашок стоит. Ну, зато есть хотя бы холодильник, газовая плита. Ну, хотя, когда начнётся апокалипсис, если на этот дом пойдёт первый метеорит, то он просто развалится. Умывальник есть. Это всё нужно будет перетаскивать в подвал. Хотя, пойдёмте для начала посмотрим, как там это всё выглядит. 100 тысяч долларов. Ну, вот такой вот проход здесь прямо под домом. Достаточно неглубокий, кстати. А, там ещё ниже есть. Ничего себе. А вот это уже круто. У нас тут установлен умывальник. Какой-то мишка. Плюсом к этому есть место для того, чтобы перенести койку поставить. Какие-то реагенты. Всякая фигня. Блин, у меня такое чувство, что в этом доме жили наркодилеры, если честно. Судя по тому, что я тут вижу, так и есть. Эм, стоит ли покупать вообще такой дом? Я не знаю. Что-то мне пока что не нравится за 100 тысяч долларов. Такая фигня. Ну, вот ещё ниже проход. Инструменты, кстати, есть. Тоже плюс. Какая-то дверка. И тут у нас... Что? Комнаты с решёткой? Типа тюрьма, что ли? Я не понимаю, а зачем она нужна? Мне кажется, тут точно жили какие-то нелегалы, которые просто ловили каких-нибудь чуваков из других преступных группировок. Закрывали их здесь и пытали. Но вот у меня первая такая ассоциация с этим местом, если честно. Оно мне максимально не нравится, ребят. Но вот вы, ребят, напишите в комментариях, нравится ли вам это место. Отдали бы вы за него 100 тысяч долларов. Ладно, это не самое главное вообще, как он выглядит. Хотя у нас три критерия, как вы помните. Но самый главный критерий, это возможно ли в нём выжить. Поэтому давайте сейчас проверим его. Уже слышатся взрывы. Метеориты начали падать. И уже очень близко к нам. А вот посмотрите, как тут, кстати, трясёт. Практически не чувствуется, в отличие от того бункера, да? Покомфортнее же будет. Этот бункер находится просто глубже. Хотя вот, когда падает прямо на нас, всё равно чувствуется небольшая тряска. Ну, не такая сильная, как там, ребят. Согласитесь ведь? Здесь как будто он поглубже. И более хорошо сконструирован всё-таки. Я не знаю, что происходит с этажом, который над нами, наверное, ему уже крант. И просто. И дому тоже соответственно. Но давайте мы это проверим. Если сейчас меня убьёт метеоритом, то я погибну сразу же, ребята. У меня специально отключен годмод, чтобы всё было честно, и мы смогли проверить, действительно ли задевает Майкла или нет. Так. Он цыпется! Ребят, вы видели? Перемотайте назад, если не видели. Он рассыпается просто. Да ну! У меня тут нафиг завалит, нет? Я надеюсь, что эти доски из какого-нибудь титанового дерева, которое выдержит. Всё просто по швам трещит. И здесь тоже. Я не знаю, стоит ли сейчас выходить сюда. Да нет, я, пожалуй, не буду выходить вот сюда, потому что меня тут точно прихлопнет каким-нибудь метеоритом. Но в целом, ребят, знаете, этот мукер справляется тоже своей задачей. Но я даже не знаю, как его судить. Лучше ли он, чем предыдущий? Он разваливается на части. Наверное, в нём больше пространства. Прям в разы больше пространства. Если тут всё красиво украсить, поставить хотя бы какую-то койку. Я не знаю, что ещё сюда притащить, чтобы было всё комфортнее. Блин, да тут всё, по сути, менять надо. Наверное, если сравнивать с первым бункером, этот всё-таки будет поперспективнее, потому что его можно ещё лучше соорудить. И на случай, если мы с вами выживаем во время зомби-апокалипсиса, тут есть несколько вот таких вот клеток, где можно спрятать бандосов, которых ты поймаешь там, да, чтобы выбить из них какую-нибудь информацию или ещё что-то в этом духе. Короче, да, он более функциональный, чем предыдущий. Поэтому я думаю, что он заслуживает, ну, полтора балла, ребята. Просто полтора балла, реально. Вот какую бы оценку выдали этому бункеру. Я оцениваю, что в нём мы выжили. Это один балл. И по крутоте ещё даю вот реально полбалла. Больше я дать не смогу. Ох, ладно, ребят. Предлагаю всё-таки сейчас проверить ещё торнадо. Заспауним. Вообще посмотрим, как это выглядит. Вот этот домик. Просто последний оплот человечества. Торнадо тут прям летает. Метеориты вон падают. На дом, на дом валятся. И мы, кстати, не падаем с вами даже. О, торнадо идёт в нашу сторону. Если оно сейчас ещё немножко повернёт, то нам кирдык. Давай, торнадо, лети, лети, лети. Кстати, вот, ребят, как оно вблизи выглядит. Вообще просто чёрная туча. О! Оно здесь! Вот! Начинает уже втягивать всё в себя! Под землю! Под землю! Что? Что происходит? У меня... Ребят, Майкл падает! Он падает, всё! Торнадо прям над нами пронеслось! Всё разрушено! Всё разрушено! Как же хорошо, что я провёл этот тест! Но в том бункере нам повезло, а к нам не пришло торнадо. Торнадо оказалось даже опаснее, чем метеоритный дождь. Вот это я понимаю, блин. Но Майкл выжил. Даже хп немного у нас не отнялось. Это реально радует. Хук, ребят! Вот как-то так! Предлагаю тогда дать этому бункеру реально полтора балла, потому что мы в нём всё-таки смогли пережить даже торнадо, которое прошлось просто по нашему дому. И всё! На этом закончится его осмотром! Погнали к следующему! Эй! А где моя уйдюха? Куда она делась? Я не понял. А реально где она, ребят? Её просто нету! Ох, походу... Походу торнадо решило её украсть. Да, торнадо стала богаче на примерно... 12 миллионов рублей получается, да? Круто, круто! Придётся, ребят, брать новую тачку у Майкла. Ну, даже не новую, а мы на ней уже катались. Просто третью машину из автопарка. Вот такие вот дорогие у нас с вами тесты бункеров. Да, это Лада Приора. Ну, а что вы хотели, ребят? Мы с вами уже две тачки, которые стоят огромные суммы денег, потеряли из-за этих апокалипсисов. Это последняя машина, а то у меня уже тачки будут скоро стоить дороже, чем я на бункер потрачу. Поэтому ничего страшного, она тоже пушка-гонка. Вон как гоняет нормально ещё и заряжена в хлам. Короче, мы практически уже на месте. Последний бункер, который я вам обещал посмотреть, это бункер за 1 миллион долларов. И уже надо будет выбрать, какой мы всё-таки купим, да? Хотя что-то мне подсказывает, что это будет бункер за 1 миллион. Ну, чё тут вообще думать, а? Хотя фиг его тоже знает. Вдруг он не сможет нам соответствовать по критериям. Например, мы будем в нём умирать из-за метеоритного дождя. Всякое может быть, ребята. Поэтому это шоу совершенно непредсказуемое. Даже я не знаю, какой нам в итоге бункер подойдёт. Так, а чё это такое? Какая-то свалка как будто. Ну-ка погнали, посмотрим. Нам сюда что ли? Да, нифига, какой вход. Отличный вход во внутрь бункера. Так, ладно. Это 1 миллион долларов стоит? Чёрт. Эй! Мы... Меня обманули, походу. А где? А где нормальный бункер? Как это вообще можно за 1 миллион продавать? У нас тут потрёпанные сиденья стоят. Какие-то ящики. Вентиляция. Кстати, погоди. А куда она ведёт, интересно? Она как будто в другое помещение ведёт. Ну-ка, стой! Ребят! Здесь потайной проход! Реально. А вот за это просто лайк. И теперь начинается что-то по-настоящему прикольное. Какой парадный вход здесь. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Мне это не снится. Такое реально возможно. Как же он красиво выглядит. У нас тут сейф с деньгами. Оу! Он даже закрывается и открывается, ребят, чтобы понимали. Вот это я понимаю качество. Так, а что у нас тут? Плавает акула. Офигенно. У неё там какой-то проходик вон есть. Прикольно. Мне нравится этот бункер. Камин. Конечно, спать негде. Комфорт хромает чуть-чуть. Хотя, с другой стороны, тут, блин, такой ковёр. Мне кажется, что на него ложись и спи. Он стоит просто колоссальных денег. На нём, наверное, комфортнее, чем на каком-нибудь матрайсе, на котором я сплю. Ох, это очень печально, конечно, осознавать. Ну, наверное, так оно и есть. Картина вон ещё какая-то нарисована. Офигенно. Ну, теперь остаётся только проверить, поможет ли он нам вышить во время конца света, потому что неверим. Кстати, что будет, если выстрелить в аквариум? О, он бронированный, кстати. Акулу вообще не взять никак. А если попробовать ещё что-нибудь помощнее, вот эта штука вообще пробивает всё на свете. На, блин. Она, кстати, немножко дёрнулась. На, получи. Не, ей пофиг, кажется. Ладно, хорошо. Метеориты уже падают прямо на нас. И, по-моему... По-моему, нам пофиг на них. А реально, ребята, они нас даже не берут. Эм, вот это я понимаю. Акуле, кстати, тоже вообще наплевать. Акулу будет звать Макс. Всё, будет акула Макс. Вот такая крутая акула. Она сейчас немножко покушает и ляжет спать. Ей будет вообще совершенно наплевать на то, что там падают какие-то метеориты. Я, кстати, только сейчас это заметил. Тут скелет. Офигеть. Кстати, ребята, вы когда-нибудь задумывались, что сейчас с теми чуваками, которые в 2012 году спрятались в бункере, когда Майя пророчили, что надвигается конец света? Ну, по их календарю. А реально ведь многие собирали припасы, строили бункеры и просто спрятались. Знают ли они сейчас, что всё нормально? Или они до сих пор там сидят в этих бункерах? Бедные люди. Я не представляю, если появится новость, что какой-то чувак, который из 2012 года прятался в бункере, наконец-то вышел. Какие у него будут первые мысли? Наверное, такой подумает, что... Какого фига? Я думал, тут великая цунами всё уничтожила. Или метеориты всё взорвали. Или вообще планета на несколько кусочков разорвала эти столкновения с какой-нибудь кометой огромной. What the fuck вообще, да? Ну, нет, ребята, всё в порядке. Ну, ладно, интересно всё-таки, есть ли такие люди действительно. А мы сейчас с вами посмотрим последний тест. Это тест при помощи торнадо. Ооо, блин. Как же оно далеко появилось. Где новая торнадо у нас будет? А вот с этой стороны. Давай, иди к нам, торнадо. Иди к нам. Надо, чтобы ты попробовала как-то нас поглотить. Интересно, получится ли у него это сделать? Вот, кажется, уже к нам потихонечку подходит. Блин, как же сильно оно нагружает компьютеры, если честно. Кстати, призраки. Напишите в комментариях, есть ли у вас какой-нибудь любимый фильм про апокалипсис, про конец света. Вот, интересно будет почитать. Я вот огромное количество таких фильмецов смотрел. И если вы какую-нибудь новиночку мне посоветуете прикольную, я буду очень рад. Короче, торнадо не хочет сюда идти, как вы видите. Оно двигается вообще случайным образом. То есть я никак на это не могу повлиять, ребята. Даже при помощи модов вообще ничего не могу сделать. Это чисто случайное направление. Ну вот оно сейчас, наш шторн... О-о-о! Оно прямо на шторн уйдет. Так. Да-да-да! Звук усиливается! Оно над нами? У меня просто так лагает, как будто оно уже прямо над нами находится. И я вроде до сих пор жив. Ничего не подняло, не перекинуло. Все в порядке. Вот это я понимаю. Качество. А реально качество, ребят. Ну что ж, в общем-то, пишите в комментариях, какой бункер вам понравился больше. Я, пожалуй, приобрету этот бункер за 1 миллион. Не думаю, что те предыдущие два бункера понравились Майклу, как этот. Поэтому пусть он живет в комфорте. Кстати, здесь тоже ничего не разнесло. Это очень-очень круто. Ну что ж, призраки. Ставьте лайки под этим роликом, если в досик вам понравился. И вы хотите узнать, какими еще способами можно пережить конец света в GTA. Я вам обещал это в начале ролика, ребята. Так что, если реально наберем 5000 лайков, то я запишу подобное видео. И не забывайте подписываться на канал. Те, кто еще не в семье призраков, подписываться обязательно на мой телеграм-канал. Конечно же, Яндекс, Зен, Рутуб. Все ссылочки будут в описании под этим роликом даже на мой ВКонтакте. На всякий случай тоже подпишитесь. Ну что ж, призраки. Увидимся уже завтра на новом ролике. Всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока. Пока.